Сейчас у власти в Киеве находятся агрессивные, неадекватные люди, посылающие в адрес Крыма и Севастополя угрозы. Фашистские призывы на Майдане звучат всё чаще. Для нас, жители полуострова, выбор очевиден. С Украины нам не по пути. Поэтому 16 марта необходимо всем пойти на избирательный участок. Недавно председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов заявил, что более 75% крымчан выступают за вхождение в республики в состав Российской Федерации. По настроениям людей видно, что эта цифра недалека от истины. За Россию. А почему? А? Почему? Почему я россиянка и Крым российский всегда был. А Севастополь вообще город русских моряков. Только за присоединение к России. Ну а по Севастополю, ну, 200 лет, сколько крови положили. Это, по сути дела, сейчас третья оборона, нужно всем собраться и проголосовать так, чтобы ни у кого сомнений не было, что это нечестно, нелегитимно. За Россию. А почему? Ну, стабильность какая-то. И, в общем-то, с покой. Мы все хотим только мира. По словам Владимира Константинова, выбор в пользу России для крымчан связан с гарантией безопасности людей, а также с культурным и историческим общим. Чего же ожидают граждане от воссоединения? Самых хороших. Ну, все-таки, конкретно. Конкретно? Повышение зарплаты пенсии. И вообще стабильная обстановка. Вы знаете, что мы будем говорить на русском языке. Это раз. Потому что на протяжении всех этих лет это что-то было невообразимое. Во-вторых, я думаю, что у меня друзья живут в России. Они очень довольны. У них хорошее законодательство. Я думаю, мы войдем в такую... в новую жизнь, нужно так сказать. Повышение пенсии, так как я пенсионер. Тарифы сменятся в нижнюю сторону. Наблюдая за настроениями и мнениями горожан, легко сделать вывод, за какой пункт намерено голосовать большинство севастопольцев и почему. Главное, чтобы на избирательные участки пришло как можно больше людей и сделало правильный выбор. Святослав Данилов, Денис Александрович. Программа «Наше время».